Ребята, перед началом видео хотелось бы прорекламировать хорошую гильдию, в которую открыт набор от 100 тысяч сил и называется гильдия Голдград на русском сервере. Вход в гильдию через WhatsApp, номерочки, всю информацию вы видите на своих экранах. Если вы ищете гильдию, то берете, отсылаете заявочку, списываетесь по WhatsApp и вступаете. Хороший дружный коллектив, гильдии спасибо за поддержку и вам будут рады. Ну а теперь погнали видос смотреть. Итак, привет дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, нахожусь на тайваньском сервере и у нас началась новая локация, новый сезон. Я буквально только зашел на аккаунт и меня сразу же игра автоматически отправила на новую локацию. Вот, мол, дружище, смотри, как это все выглядит и так далее. То есть мы здесь появляемся на китайском языке, короче, тут ничего не понятно на тайваньском, не суть. Главное, поставь свой княжеский лайк, дружище. И, Элина, оставь печеньку. Я потом скушаю. Спасибо. Мне печеньку принесли. Правда, откусанную, если вы понимаете, о чем я говорю. Ладно. Так, давайте пытаться вникнуть, что здесь происходит. Конечно, выглядит все на самом деле не так, как в Castle Clash New Dawn. И я бы, наверное, даже сказал бы, что выглядит хуже. Но, опять же, это просто у нас знакомство, это впечатление, это никакой не гайд. Когда выйдет на русский сервер, уже станет все понятнее. И, тем более, вы можете у меня на канале найти видео, там мало просмотров, тысяча, две, три. Там я полностью рассказывал по поводу данной локации. Сейчас, если честно, я уже и сам не помню, что, зачем и почему. Нам предлагают составить команду. Ну, давай замутим. Окей. Понятно, что ничего не понятно. Так, и предлагают захватить точку. Ну, это здание нашей гильдии, как я понимаю. Смотрите, здесь квадраты заняла чужая гильдия. Так, наконец-то я могу уже тут побегать по карте. Слушай, и я не знаю. Не, ну, вроде движок тот же. Как-то вроде как бы и по битву замков, по битву, как бы, короче, вроде выглядит, как и должно выглядеть в битве замков. А вроде что-то и не то. Мягко скажем, непривычно. Смотрите, обратите внимание, есть мини-карта. И это, конечно, удобно. Правда, она, как я понимаю, немножко подтормаживает. Тут, смотри, чужие гильдии. Единственное, сразу могу наблюдать косяк, что не видно, куда какие пачки идут. Тут время какое-то показывает. Слушайте, тут что-то они наворотили. Пока что мне не нравится. Вот. Но, опять же, быстрых, быстрых выводов по поводу этой локации я не могу делать. Здесь, я так понимаю, здесь, я так понимаю, это я могу сделать три пачки. Ладно, дальше. Это 65 из 80. Ну, это, наверное, гильдийные клетки, да, которые можно занять. Тут у нас ресурсы. То есть пшено и вода. Окей. Слушай, вроде в Castle Clash недавно было три вида разных ресурсов. Так, если мы нажимаем на главный замок, то у нас тут видно производство. Окей. Так, ну давай. Вот первая пачка, хочу ее сделать. Сука, не дает. Подожди. Вот. Допустим, не знаю, ставим Фрейю, ставим Огнекрыло. Ставим так, ставим так. Так, слушай, надеюсь, вот, когда будут какие-то ПВЕ-мобы попадаться, противники ПВЕ, там не будет такого же говна, как в Запределе. Окей. У нас есть пачка. У нас мигает главный замок. И я могу напасть на эту точку. Она что-то производит? Непонятно что. 10 единиц. Это может быть вода? Тут что? А, подожди. А, вон оно что. Простая, простая точка. Ну, здесь, да, здесь, в принципе, похоже, как и в Castle Clash New Dawn. Плюс 50 воды в час, плюс 50 пшена в час. Я вам объяснял, да, что сначала мы захватывали все точки вокруг замка, делали прям государство, а потом впоследствии начали захватывать столько вот таких вот фермы. То есть специализированные, да? Здесь, смотри, они разных левелов. То есть здесь 250 воды в час, здесь 150. Ну, давай попробуем захватить. Единственное, конечно, обламывает то, что ресурсов мало, разновидности. Так, погнали. И что? Да, реально, здесь какой-то другой движок. Угу. Да, то есть, смотри, видишь, в чем проблема? Если в Castle Clash New Dawn прямо сделано, что видно, как твоя пачка идет через всю карту, то здесь разработчики этого реализовать не смогли. То есть, ты видишь время, которое они будут идти. Ну, как и в Castle Clash New Dawn. Видишь, что у тебя эта пачка идет. Вот. И как бы все. Так, информация. Здесь вывести пачку. Обои мы сам видеть будем. Давай, 40 секунд подождем, посмотрим, что из этого получится. Потом начнем изучать карту. Так. Ну, что-то, знаешь, вот, какое у меня мнение складывается, что это упрощенная система. То есть, в Castle Clash New Dawn там, ну, все в этом плане намного интереснее. То есть, ты там и пачку видишь. Там ты... И прям, ну, на самом деле интересно, когда ты видишь, как передвигается пачка. То есть, направление. Ты можешь видеть, куда противники идут, да. Ты можешь какие-то варики делать. Понимать вообще, что, как происходит. Так, ну, 3 секунды проходит. Смотри, он даже не отображает бой. То есть, как бы непонятно. Есть там моя пачка. Да, моя пачка встала. Она, скорее всего, выиграла. Или что это такое? Это то время, через сколько мне дадут ресурс? Ну, сейчас странная фигня. Очень странная фигня. Пока что не разобраться. Видишь, это тоже мигает. Но это типа наше мигает. Это тоже нами захвачено. Ясно, давай изучим карту. Вот здесь чужие гильдии. Они что-то делают. Но это все скучно. Это неинтересно. То есть, в каком плане? Во всех играх сделано так. Ну, это мертвая гильдия, как мы можем заметить. Во всех играх сделано так, что ты видишь, как твоя пачка путешествует. Ты видишь, что она там с кем-то борется. Здесь непонятно даже. Я захватил, не захватил. Посмотри, как вот этому замку. Может быть, это и есть центр, который нужно захватить. Посмотри, как этому замку повезло. То есть, сколько вокруг него ресурсов. А что толку от этих ресурсов? А где... А, ладно. Ну, с этим понятно. С этим понятно. Окей. Классно. Вопрос. Зачем эти ресурсы? Где пачки со злыми героями? Где пачка со злыми героями? Ну, то есть, в Castle Clash New Dawn, и вот единственное, что мне реально в падлу там мучиться, еще игра в релиз не вышла, мне в падлу мучиться, но там ты можешь нападать на просто мобов каких-то там, да, охранников, боссов, и вот это вот все. Здесь этого нет. Просто захватываешь вот эту херню. Ну, да, ты, наверное, можешь отбить, типа, поле с пшеницей у вражеской гильдии, если надо будет. Вопрос, зачем? Какова цель? Ну, да, ты это зарабатываешь. Тут, я понимаю, максимальное количество, да, там клеток, которые могут быть использованы. Слушай, пока что. Пока что. Я не знаю, это, возможно, сделано так ущербно, из-за того, что... Ой, из-за того, что... Подожди, где центр сам? Так, это уже граница. Возможно, это сделано так ущербно. Где этот самый главный замок, там, где писалось, что его нужно захватить? Возможно, это все сделано из-за того, что движок совершенно другой. Они как могли, через задницу, но вот смогли реализовать именно только таким образом. Но это бред. То есть, это, знаете, это в 10 раз упрощенная локация, взятая из Castle Clash New Dawn. То есть, даже в любой сраной клоновой игре, там, где есть подобные локации, там, где ты там носишься, бегаешь, туда-сюда, там намного интереснее. Здесь пока я никакой фичи не увидел. Так, это чужой замок. Вот наш замок, да? То есть, ну, это совсем сокращенно. Это, может, первое впечатление. Может быть, там, на самом деле, все намного интереснее. Возможностей больше. Но! На, видишь? Просто так я не могу пойти. Мне надо... Мне надо продолжать. То есть, вот сюда я могу пойти, да? Вот могу первой пачкой пойти. Давай. Подожди, и что при ходьбе расходуется? Где время показывается? Сколько будет идти? Вот сейчас ничего не показывается. Ладно, давай создадим вторую пачку. Создаем, допустим, вторую пачку. Вот такую. Идем, допустим, сюда. Ну, нет, ну, давай. О, смотрите, гильдия СССР. Допустим, идем сюда. Вот эту пачку отправляем. Давай, сколько? Две минуты будет идти. Коэффициент какой-то 9,1. Тут показывается вроде... А! Ясно, то есть, я так понимаю, при ходьбе тратится мана. Так, а первая пачка, смотри, я часть потерял, да, героев? А, не видишь, они раскоцаны. Ну, каким-то образом я должен их лечить. В... В... В этом, как его... В... В Castle Clash New Dawn там было реализовано, что ты их там лечил. Но там немножко все по-другому выглядело. Это, я так понимаю, распустись. Ладно. Ясно. Пачки коцаются. Ну, что... Что-то похоже. Но все равно, реально, что-то... Типа цель. Цель... Цель захватить... Цель захватить замок посередине. Где он, непонятно. Куда у тебя идут противники, непонятно. По сути, кроме гильдии, у тебя никаких врагов нету. Ты не можешь делать массовые рейды на какого-то супер-босса. То есть, ну, нету юнитов, на кого нападать. Ходи, земли захватывай. Блядь, ну, это бред. Ну, это реально бред. Прорисовка ущербная. То есть, ну, опять же. Опять же, ребят, сорите. Если б я не играл в Castle Clash New Dawn, я бы сейчас такой... О, блядь, что-то новенькое. Это прикольно. Что-то необычное. Надо посмотреть, надо подумать. О. Но после того, как я поиграл в Castle Clash New Dawn, и как там была реализована эта локация, по сравнению с реализацией в Castle Clash New Dawn, здесь полная залупа. Я не знаю, почему, ну, как это объяснить. То ли разработчики дегенераты ленивые, то ли просто, ну, игра-то никто не будет греха таить. Извини, ей 6 лет, движок старый. И этот движок уже не позволяет, скажем так, взять и сделать все полноценно. Или, может быть, они боятся сделать так же хорошо, как Castle Clash New Dawn, чтобы там какой-то конкуренции не было. Я не знаю, в чем объяснение. Мне бы хотелось бы узнать. И я бы с удовольствием спросил бы об этом разработчиков. Опять же, сюда я тоже напасть не могу, потому что, да, потому что мне нужно напасть сначала сюда. Вот. То есть, ну, нет, вот у нас карта, да. И на самом деле, я вам скажу, она не сильно-то и большая. Она не сильно-то и большая. Опа. Вот это что такое? Вот. Вот так вот оно должно выглядеть. Почему оно так не выглядит? Вот. И как бы видно, что здесь бой какой-то идет. Вот он захватил, и пачка возвращается обратно. Вот так оно должно выглядеть. Заработало. И время нормально отображается. Подожди, может быть, это был баг какой-то? Заря, больше нигде не видно. У нас не видно. Вот у меня одна пачка, третья идет. Нету линии никаких. Информация. Нет, что это? Я не знаю, что это. Не знаю, нажмем. А, это чат. Тут что? Тут показываются три пачки. Звездочка, окей. Ресурсы. То ли мои, то ли замка. Почему здесь не показывается? Может, реально она... Ну, сейчас она забагованная. Но с этим, ладно, это понятно. Может быть, она забагованная. Все-таки, если видно, да, что... Как бы тут у какой-то гильдии и все-таки есть передвижение. Вон, смотри, стоит. То есть, тут какая-то движуха. Вот, смотрите, видишь линия. Ага. Замки завоевывают, да? Ясно. Допустим, это видно, это прикольно, хорошо. Может быть, оно везде будет и хотя бы будет вообще понятно, что происходит. Да, хотя бы можно будет контролировать бой. О, мы там в хулиганах сидим и видим, как на нас монархи нападают. Там прям движуха, там целая куча линий, как они прутся на наш замок. Это интересно, это прикольно. Другой вопрос. Я все могу простить. Но твою ж мать, где... Где... Где юниты? То есть, где юниты? Вот на карте обычно в таких играх рассыпаны боссы. Рассыпаны юниты. Где это все? А вот, я нашел этот главный замок. Тысяча здоровья, я так понимаю, да? Да, и напасть на него нельзя, потому что нужно прокладывать дорогу. Ясно. Я думаю, кто захватит этот замок первым, тот и красавчик. Понятно. Вот этот замок мы должны захватить. О! Слушай, тут можно это все отдалить и приблизить. Так, давай отдалим. Угу. Ну и что? Ну, да, и карта на самом деле небольшая. Блядь, я думаю, месиво, конечно, будет жесткое. Я думаю, что слабые гильдии будут постоянно попадаться сильными и, блядь, грустить. Но от этого никуда не деться. Это не такая система, как в Castle Clash New Dawn, что там одна огромная общая карта. Нет, здесь все сделано по-другому. Тут все реализовано по-другому. Вот тут время какое-то идет. А, это, типа, я понимаю, это он пытается выйти из этой клетки. Типа, он нажал на выход. То есть, ну, клетки ограничены. Вот, и чтобы тебе захватывать новые клетки, тебе нужно выйти со старых. С этим, с этим, с этим понятно. Слушайте, надежды, надежды до сих пор есть, друзья. Опа. Так, тут у нас карта, да? А, допустим. Сори, да, есть навигация, как, к примеру, сделала в Castle Clash New Dawn, тоже есть навигация. Да, и ты можешь взять и на это место нажать. Ясно. Вражеский замок. Просто атакуешь. Тут что? Ага, тут бои. Интересно, да. Ну, а типа, а бой показать? Бой посмотреть можно? Ага. Да, это вот то, что я дрался, я их вырубил. Ладно. Подожди, а вот именно повтор драку нельзя никаким образом глянуть, да? Ясно. И юнитов нельзя использовать. Подожди, здесь жму кнопку, что-то ничего не работает. Так, тут у нас мы на... А, тут 100 гильдий. Тут 100 гильдий на карте. Но топ еще как-то странно распределился, да? То есть мы должны выше быть. Видишь, тут, видать, он еще... Он в определенное время обновляется. Тут что? Ну, что тут 70, здесь 1820. А, это непосредственно, я думаю, это может быть топ среди игроков. Непонятно. Слушайте, интересно. Не хочется заранее засирать, хочется разобраться, но я надеюсь, то, что не отображается то, как идут пачки, это баг. И я надеюсь, у разработчиков хватит мозгов, ну, добавить сюда басаков, юнитов стоящих, как это реализовано в Castle Clash New Dawn и в других играх. Пишем в комментариях, что вы думаете по поводу этой локации. Ждете ли вы ее или нет. Я лично жду. Вам пожелаю огромнейшей удачи и всем пока, ребят.